Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича и сайта Wagnerland.ru С вами снова Илья Механик И это первая серия Видео лого Под названием Перекличка Посвященный моей коллекции И в этой первой серии Как вы уже видите на заднем плане Согласно голосовалке Будет представлена Рига 2 Гауя Мопед Рига 2 Гауя Я был последователем мопеда Рижского мотовелозавода МВ-18 Который выпускался с 1961 года По 1965 год Характеристики этого мопеда Двигатель Д4 Д5 Двухтактный, одноцилиндровый С золотниковым перепуском Мощностью 1,2 лошадки Степень сжатия 5,2 Карбюратор К-34 Рама Полудюплексная Сварная Трубчатая Подвеска передняя Досталась по наследству От мото велосипеда Рига МВ-18 Маятникового типа С двумя пружинами Задняя подвеска Отсутствует Жесткая Колеса устанавливались на мопед 26 дюймов Два дюйма ширина колеса Велосипедные по факту были колеса Оборудованные эти колеса были Тормозами барабанного типа Спереди вот такой вот красивый Тоненький барабанчик Сзади Тормоз осуществлялся По типу втулки торпедо По-моему, если правильно Называю Поворотом педалей назад По поводу того Как попал ко мне Этот мопед Куплен этот мопед был В 2013 году За 100 долларов В самом городе Кривой Рог Двигатель на нем стоял не этот И доставлен Приехал я на место У человека тоже коллекционера Он занимался тяжелыми мотоциклами И за 3 года до того, как мне Перепродать он его купил У одного человека Как раритет Но за него взяться побоялся В дальнейшем Двигатель, который вы сейчас наблюдаете Как мне сказали на одном из форумов Это Вроде как D4 Судя по железной бирке Он до 60-го года производства Сам мопед Если вы сейчас увидите Вот цифра 61 Произведен в 61-м году Сам вот этот мопед Хотя некоторые эксперты Сказали, что Такого плана натяжитель Который у меня стоит На тот момент Не использовался Судя по всему Он может быть самодельным И избывать аутентичность Данного мобильника За двигателем особая история Двигатель был куплен У Харьковского продавца Тоже За двигателя Была своеобразная даже борьба Всем известный коллекционер Владимир Мячин Из Витебска В Беларуси Тоже хотел купить Этот двигатель Цена на него была Тогда Около 75 долларов И Случился теракт В России Помните В конце 2013 года Был взрыв на вокзале И В связи с тем Что произошел взрыв Проводники Все поезда И все вокзалы В России Поддавались Тщательному просмотру И продавец В итоге Не мог Человеку Переслать его В Беларусь Пересылать надо было Через Москву Или Петербург Я уже не помню Точно все истории Но Прямого поезда Из Харькова Витебск не было И поэтому Продавец Как бы Сомневался Ему нужны были деньги Срочно У Володи С деньгами проблем не было То есть Деньги не проблема Он даже был согласен На пересыл Такой затяжной Но Была проблема С доставкой Именно с доставкой И в итоге Продавец Склонился Перепродать Этот двигатель Мне В итоге Я познакомился С Владимиром Мячиным Информация С его сайта Музей мопедов Об этом Даже в мопеде Была взята И я частенько Пользуюсь С его сайтом Ему огромный респект Человек много труда И денег вложил В свою коллекцию И даже в тот же сайт На котором Мы можем Подчеркнуть Нам информацию О недостатках Данного мопеда Третий пункт Моих видеоблогов Это первое У нас Подрезанная Трубка Подсидельной трубы Из-за этого Багажник Как вы видите Очень сильно Наискость смотрит То есть Где-то Порядка Десяти сантиметров Трубы не хватает Багажник Задний Неродной Это Чуть-чуть Темной Докенингованный Багажник От Риги 13 Была попытка Сделать нормальный Багажник Вместо того Который с ним Прибыл Дальше Двигатели Как вы видите Гравитцапа Не становится На место Я уже позже Докупил Другую Гравитцапу Сейчас просто Не могу найти Гараже Полный шухи Передняя Подвеска Напрочь Разбита Отсутствует Велогенератор Который Запитывал Фару Фара Кстати у меня В итоге Накопило Целых Две Штуки Таким Вот Рассеивателем Но без крепления И Чуть поменьше Есть фара Я тоже С переключателем Я в дальнейшем Буду изучать Оно А вот Какая именно Сюда Шла Ту Установлю Крепление Естественно Под нее Нет Двигатель Не сходится Скорее всего По годам Он Старше Этого Мопеда Сидение Тоже Неродное В нем Присутствует Ниша Под бардачок Но уже То что Породнее Я Прикупил И Буду До установки Естественно Отсутствуют Заводские Щитки На Велоцепь И Цепь Привода От Мотора Их Мы будем Выстукивать Спасибо Павлоградским Коллегам Коллекционерам Они Мне Нашли В интернете Кем-то Отсканенную Вернее Как Фотографию И Там Был Трафарет Начерченный На клетчатой Бумаге И По ним Я уже Буду Выстукивать Щитки Катафод Задний В хорошем Сохране Это Некоторые коллекционеры мне сказали Что это не родное Я вам скажу Ребята Это родная деталь И Снимать Я ее не буду Педалька Приводная Звездочкой Была снята Мною По просьбе Тех же Павлоградских Коллекционеров Для копий И Где-то Сейчас Ложит Гаражей И Тихо Хихикает Потому что Полчаса Убил На ее Поиски Но Так и Не Нашел Вот Так что Первую серию Переклички Я буду Заканчивать Спасибо Всем За Внимание Подписывайтесь Ожидайте Второй Серии Посвященной Мотоциклу МС ЕС 150